Душа баяна – профессиональная конкурсная площадка для исполнителей в жанре народной традиционной культуры, вокруг которой объединились взрослые и дети, профессионалы и любители, солисты и ансамбли. Полторы тысячи исполнителей со всего ЮФО собрал этот фестиваль. Здесь не только играют на баяне, тут и поют, и читают прозу, и танцуют. Главное, чтобы все это было с баяном связано. И гран-при взяли танцоры, причем представляющие и принимающие фестиваль «Город Зверево». Это народная стилизация, где вообще у нас везде присутствует баян. Ну, конечно же, он присутствует в разных репритациях. Например, в одном из номеров у нас на платках узор появляется, баян неожиданно. В другом прямо работают с элементами дети с баяном. Ну и третий у нас номер «Калинка», а там сам парень играет на баяне. Главным призом стал сертификат на концертный баян. Воспитанницы Юлии Варьяновой занимаются с самого раннего возраста. И помимо любви к танцам, девочек объединяет стремление стать похожими на руководителя, которое направляет их от старта бесконечных репетиций до финальных аккордов гала-концерта. Я решила стать хореографом, потому что у меня всю жизнь я занимаюсь танцами. Также каждый день смотрю на Юлию Викторовну. Конечно, это дает какой-то стимул. Мне хочется тоже так, как и она, общаться с детьми, ставить такие красивые номера. Сначала перед нашим выступлением, волнительные эмоции. Ну, когда танцуешь, ты начинаешь меньше волноваться, и дальше идет все хорошо. Расслабляешься, начинаешь танцевать. 15-летняя победительница в номинации «Художественное слово» Алиса Диденко прочитала военный отрывок. Выбор для девочки из ДНР вполне логичен. Для ее семьи война давно стала обыденностью. Но хоть и прошло уже с той поры немало лет, а плачь и радость этой вот гармонии стоит в ушах до ныне. Никто ведь после Егорушки не играл на ней. Этот фестиваль дает бесценный опыт, какую-то поддержку. Возможно, даже откроет какие-то перспективы для будущего многих участников. И во многом поможет. Наш фестиваль призван найти новые таланты в стране. Почему называется «Душа Баяна»? Потому что сам фестиваль душевный, и он как распахнутая душа. Настя принимает все жанры, и он открыт для всех, и нет никаких ограничений. Ни по возрасту, ни по профессиональным качествам, ни по жанрам. У нас звучит и народная музыка, и рок, и симфоническая музыка, и джаз, и эстрада. Победители окруженных этапов Всероссийского фестиваля в следующем году в суперфинале поборются за главный приз – музыкальный инструмент. А также выступят со звездами эстрады в эфире федерального телеканала. Роксана Базазян, Виталий Ступаков, Первый Ростовский. Субтитры создавал DimaTorzok